здравствуйте друзья здравствуйте девочки и мальчики у нас сегодня никакого повода для съемки нет никакого но хотелось что-то снять знаете когда забегаешься нанервничаешься думаешь отдохнуть хочется какой-то зуд зуд давай сделаем видео но учитывая что все-таки это же смотреть кому-то так что же нельзя просто так-то правильно людям надо быть интересно наташа как вообще вот у меня голос вернулся вот в чем до этого момента винить не было голоса ее к таблетками по или микстурками сегодня более-менее скажи что реально подействовало на тебя с точки зрения возврата голоса лекарства микстурки очень хорошего действует там целая история была там сначала заболела девочка аня потом нет я не думаю что они на семья или они потому что они болели очень давно и я как бы не болела но я когда пошла на практику у нас там все начали боеприпас отряд я думаю что на практике от кого-то я там там у тебя иммунитет осла от того что ты сильно напрягалась и в общем так получилось что с утра я встала у меня был голос мы поехали в сан-франциско у меня он был все хуже и хуже и хуже к концу уже где снимала волю брукман видео там просто было страшно слушать просто жутко а на следующий день когда я проснулась я была немая и вот так говорила я этого не слышу скажи солнышко чуть-чуть и такое наехала что это ведь депрессуха у тебя было там полдня тоже ты не дома то что рядом нет и даже нет это все понятно депрессуха того что вместо дело в том что я прекрасно понимаю что здесь школе работают не волшебники они очень близко к волшебникам но они ни волшебники волшебники вы сами вы волшебники в том что конечно я немножко перепугалась что не получится почему вдруг туда два месте не пугалась вдруг перепугал я почему я края я всегда думала об этом Я всегда думала, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Ну и, знаешь, опять же, я не говорю, что у меня не получилось. Я же не сказала, что у меня не получилось. Я не нашла работу. У меня просто такие немножко опасения есть, но они нормальные. Это у каждого нормального человека они есть. Мне захотелось ими поделиться, со своими подписчиками, потому что у меня все мои подписчики — это мои друзья, это мой клуб, который меня поддерживает всегда. Поэтому я, конечно, бывает, я и повеселю всех, и посмешу, и истории расскажу. Но иногда мне хочется и поплакаться кому-то. И поэтому я вот... Ну, это бывает поплакать. А бывает, я вообще девчонки. Знаешь, одна заплакала, и другая рядом сидела, тоже заплакала. Правда, бывает? И они нисколько не жили. И так немножко, как-то, знаешь, отлегло у меня. Я недавно делал видео про мандраж. Там человек вот говорит, что как только что-то серьезное, так сразу что-то у него там начинается. Я говорю, нормально, мандраж нормальный. А как без мандража? А потом я когда пришла к Михаилу, естественно, он мне сказал, вы знаете, как он может сказать. Он может сказать, солнышко, не волнуйся. Правильно? И как-то так, вы знаете, и вроде не страшно. Вообще, вот я знаю, знаешь, что я тебе хочу сказать? Я давно хотела сказать. Да. Как ты меня ассоциируешься с чем? С Карлом Марксом. Вы знаете? Нет, нет. Кстати, очень близко. В детстве, когда мы были октябрятными пионерами, мы все знали дедушку Ленина. Дедушка Ленин был для нас такой, вот если бы я попала когда-нибудь к дедушке Ленину, подошла бы, прижалась к нему, он бы всех нас пожалел. И я, конечно, никогда его не видела, дедушку Ленина. Вот это вот перед вами такой дедушка Ленин. Это ты Сталина описала, там, лучший друг советских детей. Я при Сталине еще не родилась. Да, ну хорошо. А вот. Но дело в том, что когда вот плохо и действительно хочется поплакаться, бежишь к Михаилу Портнову. И он всегда найдет слово. А глаза такие добрые, добрые. А мог бы и бритвкой. Вообще он такой классный. Просто классный. Человек, учитель. Ты же даже не пила ничего. Ты смотри, разошлась-то. Могла бы и пить рюмочку. Хоть повод был бы это так. Самый классный друг на свете. Да. Да. Ну хорошо. Значит, послушай, а вот такой вопрос. А тебе хотелось бы работать тестером? Или ты думаешь, черт знает, может, я и не хочу. Допустим, у тебя завтра. Вот мы позвоним там кого-то ребятам. Там у нас человек 6-7 работает варламная. Я ему сказал, там, ребят, вот едет там человек. И там трое скажут, что у нас есть позиция. Пойдешь на три интервью, и тебя в два места возьмут. Пойду. Потом ты будешь неделю мучиться, куда пойти. Но потом что-то выберешь. Ну, вопрос. С удовольствием пойду. А ты хочешь работать? Хочу. Мне очень нравится это. Я была на практике, и мне очень понравилось писать тест-кейсы. Но я Михаила уговорила. Говорю, Михаил, забери меня, пожалуйста, с практики, потому что мне надо еще подучить. Я надо интервью подготовить, конечно. Да, дело в том, что меня он повестил на практику, но я не закончила школу. То есть у меня вроде с половиной класса на практику. И я понимала, что если я сейчас практику до конца пройду, то я не успею подучить то, что я пропустила. И поэтому я на практике четыре недели побыла. И вот сейчас две недели я буду в школе. И очень, кстати, мне помогает. Я вот сейчас с Галиной занималась. Я видел, да. Да. Мы отработали с тобой About Me. Я тебе вчера прислала. Знаете, сейчас у нас целое видео на 20 минут. Как мы, значит, да, разбираем историю, расскажи о себе вопрос. Расскажи о себе, как отвечать на интервью. Да не хлюбляя свои видео. Подожди, я же просто рассказываю ребятам, что мы 20 минут, значит, разбираем. Это все висит публично. Это все это история. И тут мы приходим снова к истории, расскажи о себе. Но теперь по-английски. Ну она и по-другому звучит, да. Ты мне рассказал про меня. Он мне так классно рассказал про меня. Я сидела, заслушалась и думаю, вот если я такое скажу, людям будет стыдно, что они меня не приняли на работу. Я же тебя так специально сочиняю. Это же какой-то символ. Это же каким гадом надо быть, чтобы тебя не взять вообще. И я обещаю вам, когда-нибудь я расскажу, когда я точно это отрепетирую, я обязательно расскажу. Разница еще вот в том, что когда мы в прошлый раз по-русски обсуждали, у тебя не было еще резюме боевого. А сейчас у нее уже есть то самое резюме, с которым она во Флориде будет работу потом искать. Но ты поищешь где-нибудь там сначала недельку в Нью-Джорси потренироваться подальше от дома или как-то смотришь. Да, я хочу. Я хочу это сделать пока я здесь. Давай здесь сделаем. Собственно, резюме уже есть. Ты можешь его завтра повесить. Можешь сегодня вечером повесить. Да. Конечно. Но я не умею. А, хорошо, значит придешь сюда, завтра повесим. Это надо однажды научиться вешать резюме. То есть ты не то, что не умеешь, ты просто не пробовала. Понимаешь, как ты, может быть, и умеешь, да просто не пробовала. Конечно, нужно показать. Я как-то без вас шаг не могу ступить. Не хочу даже. Не хочу, это правильное слово. Не могу, это я сильно сомневаюсь. Я так вот просто измоловалась, что сделай это, сделай то. Но здесь тебе не дают с этого хардтайма. Приходится самой носить свой портфель. Вот никто за тобой не ходит с портфельчиком. В школе было такое шаг? Я не с портфельчиком ухожу, а с портфельщином. В школе было такое? Тебе мальчики говорили, давай твой портфель несу. А ты так, видишь? А он с портфелем, нет? Нет. Мне так не повезло. Я когда учился в старших классах, значит, там была девушка, которая мне нравилась одна. А была другая, которой я нравился. Они вообще подружки были. Но я как-то вот, значит, был удостоен чести нести портфель той девушке, которая мне нравилась. Мы пошли гулять там вдоль набережной Москва, реки. Школа была в самом центре Москвы, если кто там знает, Пушкинский музей. Вот прямо за Пушкинским музеем. Ну и, значит, и та девушка, которой я нравился, она ревновала и выбила, выбила, сзади подкралась и выбила у меня ее портфель. Это месть женская. Неприятно. Да. Ну, это вот, видишь, с детства уже знаешь. Да, а сейчас ее же под 60. Сейчас, если только сетку скорпучить. Уже, может, на пенсии даже, я не знаю, возраст пенсионный. Вот так ужки. А я вот, видишь, еще совсем как маленький. А я сегодня... Мне еще работать и работать и работать. А я сегодня первый раз видела, как ты был устал. Сегодня устал такой. А я был устал именно. Я никогда не видела тебя таким. Он просто бегал, с тобой так задергали. Я вам скажу, отчего я устаю. А класс, потому что начался. Нет, нет, нет. Я скажу, отчего я реально устаю. Я устаю от того, что я не могу сосредоточиться на чем-то необходимое количество времени. То есть, вот у меня как в стеке накапливается там, да? Значит, там последний пошел, значит, там сверху сидит. А то, что раньше вошло, я до него добраться не могу. То есть, меня все время дергают. И иногда бывает, что каждые 30-40 секунд что-то происходит. Бывает, вот придет человек, вот та же Наталья, и говорит, а вот это. Я только пошел делать, говорит, а вот то. Я говорю, потуши. А Наталья сейчас, сейчас, сейчас? Я говорю, они все сейчас, сейчас. Ну, я что же стараюсь? Я понимаю, человек там приспичило. Так я говорю, мы это делаем или то делаем? Нет, ну я извиняюсь. Я говорю, а что ты нервничаешь? Да потому что не успеваешь, понимаешь? Как бы не соответствуешь. Хочется же соответствовать и успевать. Нет, я потом, я иногда начинаю что-то там просить. и сделаю, а потом смотрю, вот, человек уже так зашился. Я уже говорю, извините меня, пожалуйста. Так прям жалко. Мне сегодня нас жалко. Все же люди живые. У каждого, у каждого свою интервью, своя работа, своя резюме. Мне казалось, вообще, Михаил каким-то железным. Никогда не расстраивающийся, никогда не нервничает. А сегодня вот я увидела, что на самом деле... Я тебе отвечу, накапливается фон, понимаешь? Если ты какое-то время, какое-то время, ты, находишься в каком-то режиме, он начинает тебя немножко перегружать. Понимаешь? Сначала немножко, потом сильно. Если это не прекращается, то маленькая проблема – муха. Превращается в слоном. Почему муха может вообще стать слоном? Потому что, вместо того, чтобы ее отогнать, почему добавлять вторую, третью, четвертую, и эта муха, она как ком растет, и уже целый слон. Поэтому легче, намного легче, это известно из физиологии, намного легче не доходить до переутомления, чем потом вернуться из переутомления в нормальное состояние. То есть, мы устаем, бывает, но если ты к этой планке перешел, потом сложно вернуться. Бывало такое? Бывало, конечно, очень часто. Скажи, пока ты у нас учишься, кроме того, что у тебя внутри, снаружи, вот есть какой-то негативизм на тебя? Нет. Действует какой-то негатив? Может быть, люди говорят тебе, ты куда, вот тебе это самое, работала бы в банке с пауками. Нет, люди мне такого не говорят. Мне иногда пишут, но она не будет. Ну, анонимно, анонимно, да. Не хочу. Дело в том, что мне очень жаль вообще расставаться со школой. Да, погодим мы еще раз, мы еще тут. Мне очень жаль уезжать отсюда. Я, конечно, очень скучаю по своему мужу, но я вам хочу сказать, что та жизнь, которая здесь пережила за это время, конечно, были и тяжелые моменты, были и такие счастливые моменты, были грустные, были очень веселые, прикольные. Я вам хочу сказать, что я очень рада, что вообще я на это поехала, решилась, и в самом худшем варианте, который у меня будет, это значит, я не найду работу, я никогда в жизни не пожалею о том, что я сюда поехала, никогда. Я такой экспириенс приобрела, я столько друзей приобрела, я столько видео классных надела. Мне кеп, подожди, мне фуражку подарили. Они думали, что я фуражку тебе не подарю. Я хотел купить ей фуражку просто по размеру. Нет, я не хочу. Она говорит, нет, мне говорит, именно твою, пусть она будет большая, очень. Я у меня ее подписала внутри. Ну, ладно, с подписи, да. Теперь, ну, только ты уже показывай ребятам, чтобы все было. Ну, она у меня сейчас, она в комнате. Ну, не прямо сейчас, а уже из Глорида. И теперь, когда мы будем делать с тобой телемосты, я буду ее одевать. Хорошо. А я куплю себе другую и буду тоже одевать. Так что, я вам всем хочу сказать, я не знаю, кто-то мне что-то там пишет, не надейтесь, не надейтесь даже на то, тому, кому я говорю, знает кому. На то, что я буду о чем-то жалеть, о том, что я буду страдать, плакать, мне что-то. Друг, ну, ты знаешь, это есть такое, Винович, как здоровье. Да, понимаешь? Говорят, не дождетесь. Да, да. Как две подруги, помнишь? Да. Смотри, как у меня красивое платье. Говорят, нет времени на скандалы. Нет времени на скандалы, да. Да, так что, что же? Просто, Миш, ты понимаешь, когда ты приходишь на другое поле, на котором ты никогда не работал, не имел дела, конечно, ты потерян, и я до сих пор, может, где-то потеряна, но я вам хочу сказать, пазл все равно встает на свои места. Вот этот вот рисунок, там где-то какие-то пазлы еще подзеленные, конечно, надо поискать, но оно встанет на свои места. Я хочу сказать, что если есть у нас на каналах тут вот есть любитель экстремального проведения отпуска, вот Наталья вам пример, она была в экстриме, правда? И все, что не убивает Наталью, делает ее сильнее. Да, вообще. А ты стала лучше, так сказать, с точки зрения пользования вот там очистительной техникой? Например, какой? Ну, я не знаю, какой. Ну, вообще, у тебя навыки компьютера улучшились. Конечно, ну, но дело в том, что я же не сам компьютер изучаю, я изучаю систему. Ты можешь, например, человеку, который вообще не, ну, просто вот, просто женщина-домохозяйка, ты можешь сказать, что такое HTML? Что это такое HTML? HTML – это Markup Language, с помощью которого вы создаете сайты, страницы, делаете их красивыми, оформляете их. О, смотрите как. Это HTML. Ну, так, значит, что же? Конечно, знаешь. Слушай, а я боюсь перед камерой… HTML – Hypertext Markup Language. Да, я боюсь перед камерой, но… Боится. Если что, вырежем… Markup Language – это как? Markup Language. Вот есть programming language, язык программирования. Так. А есть Markup Language. Не знаю, как сказать. Объясни. Объясню. В языке программирования ты пишешь команду, и она как-то исполняется. А Markup Language ты ставишь значки. Вот эти теги, которые в HTML, вот эти теги – это значки. И ты вот этими значками говоришь, это болт, это italic, это крупным шрифтом, это мелким шрифтом, это подчеркнуто. Вот эти вот… Ну, так вот это Markup Language делает текст красивее. Да, да, просто это не язык программирования, а это язык форматирования. Ну, да, форматирования. Ну, смотришь, как мы… Ну, извините. У нас тут каждая минутка используется для… Сейчас там компьютерщики такие-нибудь посмотрят, скажут, ну вообще ждала, там сказала. Ну и ладно. Я же женщина. Да. Я вас научу вязанию, если хотите. Не надо, не надо. Ты их научи лучше автоматическому тестированию. У нас… Ой, господи. У нас тут известная блогерша скрипты писала на Selenium. И они у нее бегали по всему офису. Кто? Твои скрипты. А. Писала скрипты, или я бы думаю… На Selenium driver и писала. Да, к этому Аоля тебе сказала. Нет, ну я… И ты говорила, что у тебя все работает. Да. Я так… Ну, а вы говорите. Подожди, так я пользуюсь этой программой IDE. В среднем IDE? IDE только я пока… Хорошо. Ну, знаете, скриптует. Да, знаешь, как смотрит, как пишет, а пишет, как Лева. А сегодня я, кстати, со Светой разговаривала. С Светой сегодня приходила. Да, с Светой приходила. С Светой мне тоже наставила на путь истины, рассказала мне все, сказала. Главное не бояться и главное прийти на интервью. Сегодня, друзья, если кто не знает… А кто… Кстати, я знаю, что сегодня. А я знаю, что сегодня. И я знаю, и я знаю. Но кто… Друзья, кто сегодня помнит, что такое 22 апреля? Что такое 22 апреля? 22 апреля – это день рождения Владимира Ильича Ленина, день рождения моего внука. Да ты что? Да. Мы со Светой познакомились в этот день. Я знаю. Ровно 40 лет назад. Она мне сегодня не сказала. Как мы с ней познакомились. Она мне тоже сказала, я забыл. Да, я говорю, так вы куда-нибудь пойдете? А она говорит, да какой пойдем? Опять ночью придет. Ты же все время до ночи тут сидишь урала с учениками. Нет, ну я не до ночи. Ну это же ночь в 7 часов, а в 7 часов вечера это уже ночь? Уже куда пойдешь? Нет, ну я не могу уйти. Я обычно ухожу позже 7-7. Но я прихожу к полотенцам. А что это не ночь? Утро. Что? Утро сюда прихожу. У меня день сдвинулся. Она говорит, домой ночью придет. Ну ночью в полдевятую. Но вы даже ночью. Ну ночью. Хотела не дотраскать, потому что не надо. Ну нет, я хочу до завершения. Она мне рассказывает, что когда ты приходишь на интервью, делай вид, что тебе эта работа как бы и не очень не нужна. Она говорит, если ты можешь им всем видом показывать, что дайте мне эту работу, я хочу эту работу. Они говорят, увидят это, и им это не очень понравится. А если ты сделаешь вид так, что придешь и скажешь, ну ничего у вас офис такого, или как... Это Света. Ты не понимаешь, Света. Света классная. Идите, вон там школа есть, партнер, компьютер школа. Вам там дадут. Она говорит, нет, мы хотим только тебя. Она говорит, нет, нет, нет. Говорит, Света, я уходи. Нет, а потом она какое-то интервью сегодня рассказывала, проходила. И сказали, вы нам подходите, но вы подождете месяц, потому что у нас сейчас нет вроде места. Месяц подождете меня. Она говорит, я буду вас ждать. Да в жизни не буду. Она говорит, я на дому не успела доехать, у меня на факсе уже лежал. А другой парень был, я его хорошо знаю, ему говорят, а он не любит работу искать. Он лучше подождет, чем вот лишний раз там ходить куда-то. Ему говорят, если мы вас сегодня возьмем, но через месяц надо выходить, вы подождете месяц. Он говорит, подожду, бигдел. Его не взяли. Его не взяли. Нет. Может быть, это был провокационный вопрос. Я даже знаю, кто он. Нет, ты не знаешь. Ты не знаешь. Это было очень давно, почти 20 лет назад. Дело в том, что если мы к интервью говорим, тут есть вот какая штука. Дело в том, что не только компания тебя интервьюирует, но и ты интервьюируешь компанию. Понимаешь? Да. То есть, когда ты такой desperate, понимаешь, озабоченный, тебе любая работа, и это видно по твоему лицу, это создает впечатление чего-то ненормального. Потому что в нормальной ситуации это не они тебя нанимают, а вы как бы вместе смотрите. То есть, ты должен им понравиться, но и они тебе должны понравиться. Понимаешь? Если этот фактор отсутствует, если ты не задаешь вопросы, не пытаешься понять, что они делают, какого специалиста им нужно, во что это выльется дальше с точки зрения роста твоей квалификации, они тебя спрашивают, как ты себя видишь через 5 лет. А ты их спрашиваешь, а какие у вас технологии, а какие у вас планы, в каком направлении вы развиваетесь. Понимаешь? Просто если они не развиваются. Расскажи о своем проекте. Это другое немножко. Ты можешь у них спросить, расскажи о своем проекте. И они будут тебе рассказывать. Будут. Будут. Иногда, знаете что? Как начнут рассказывать, вообще их не остановить. Это самое лучшее бывает. Да. Вы говорите, ну расскажите, что у вас там за оплекуха. Они как? Понесутся? Да. Есть такие тоже. Но я бы сказал так, из 4 человек, которые тебя интервируют, в одной компании, допустим, ты пришел, и там по очереди 4 человека, 2. Вообще, от тебя ничего не хотят. Если можно поговорить, они лучше сами поговорят. Вот им проще, чем тебя спрашивают. Статистически. Ну так, зависит от уровня, от позиций и так далее. Но мы говорим вот про нашего выпускника, как бы. Да. Так что... А ты в такой момент... Я очень счастлива и горжусь, что я ваша выпускница. Ну я серьезно говорю. А могли не отпустить? Я же в видео начала смотреть. Я же никогда даже не думала вообще в жизни, что я даже и приеду сюда когда-то. А так вот, видишь, жизнь получилась, что что-то там такое было на небесах, что меня сюда послала. А все, что не делается, все делается по какой-то причине. И если я сюда приехала, значит что-то случится где-то еще лучше со мной. И я скажу, вот не приехала бы я к партнеру в школу, вот этого бы со мной не случится. Это как закон сохранения позитивной энергии. Конечно. Или, например, одно из проявлений закона о причинно-следственных связях. Вот. Если есть что-то, значит есть тому причина. Правильно? Да. Может мы с тобой и шапки наденем, как всегда? Да тут что-то какие-то шапки не осталось. Ну я не знаю, не хочется, жарко. У меня есть там Буденовка, ну в чем я буду, как Буденовец? Ну так как-то. Вот. Мы так уже в день рождения Ильича, мы обойдемся без... А кстати, три даты. День рождения Ильича, ваша встреча и мой внук Ванечка. Я думаю, что последние два события намного, как сказать, интереснее. Но это сейчас. А если бы это было 20 лет назад, то Владимир Ильич Лень, Ленин был бы номер один. Сейчас, знаешь, вот они настолько не знают, молодежь подрастающая там про Ленина. Я-то думал, что может быть старые фильмы показывают, знаешь, там «Коммунисты» или там «Чапаев», а их как бы никто и не смотрит, все смотрят новые. Слава Богу, есть новые. А я помню время, когда старые советские фильмы не показывали, потому что там со Сталиным было, их вырезали, некоторые вообще не показывали. И было мало фильмов. Новых производилось мало, тогда очень долгое производство фильмов, и они редко выходили новые. И вот все крутили, 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 крутили. Чапаева, бедного, так крутили. Ведь не случайно же анекдоты про Чапаева. Его так часто показывали, что люди запомнили весь фильм от начала до конца. То есть каждая фраза, она была вот... Летучей. Не то слово. Просто уже вся страна знала Чапаева наизусть. Наизусть. Знаешь, мы с тобой тоже можем так... А что там, говорит, допустим, скажет Наталья Квик, ты можешь там оттестировать, я не знаю, там, веб-сайт? Говорит, веб-сайт могу, Мишка, могу. Конечно. Да, я говорю, а если веб-аппликейшн? Ты говоришь, аппликейшн, Мишка, могу. Там, да, а я тебе говорю... Ну, Мишка, я не могу. Ну, Михаил Петрович. Ну, да. А ты говоришь, а в мировом масштабе? Ты говоришь, пик, в мировом масштабе, Михаил Петрович, не смогу, языков не знаю. В кнопках, там, на клавиатуре. Вообще, моя мечта устроиться, где я могу тестировать видео. Само видео или софтвер, который делает видео? Ну, да, софтвер, который делает видео. Вот ты пользуешься, как и я, вот этим... Пинакл. Пинакл студия. Ты бы хотела в Пинакле работать? Да. Я всю систему, мне кажется, знаю. Ну, конечно, я не всю ее знаю, но я каждый день узнаю что-то новое, новое. Мне оно очень интересно. А с кого узнаешь? А, из YouTube. Я смотрю какую-то деталь, думаю, как вот такие... Мне Наталья показала пару хохмочек, которые я никогда не использовал. Я, например, никогда не делал эти переходы, не вставлял между фрагментами видео. А сейчас смотрю, оно неплохо, правда? Временами неплохо. Вот. И что там еще? Музычку. Я еще не приноровил. Хотя, знаешь, я недавно вставил музыку. Вставил? Вставил, а я не видела. Какое-то было видео, я там кусочек музычки вставил, там, океан с музычкой, вот я вставил. Ты знаешь, почему у меня не получается с музычкой? Потому что я все время балаболю. Если бы я, допустим, я показывал лес, или тундру, или там трубу газопровода, понимаешь, и шла бы музыка. А так, получается, я что не показываю, за кадром была боль. Субтитры создавал DimaTorzok